всем привет вы на канале турки space сегодня мы с вами поговорим о мобильной связи в турции и расскажем о нюансах законодательства и так вы прилетели в аэропорт каждому сразу же хочется сообщить родственникам друзьям что с ним все в порядке он долетел и все хорошо в аэропорту вы имеете возможность подключиться к общедоступной вай фай сети для этого требуется ввести свой номер телефона на ваш номер телефона придет код пароль вы его введете и сможете пользоваться сетью в течение одного часа этого часа вполне достаточно чтобы всем написать сообщение что все хорошо вы прилетели и у вас все замечательно также если вы летите из россии вы можете у тинькофф мобайл подключить себе за 999 рублей пакет в него входят три гигабайта интернета и безлимитные мессенджеры на один месяц он доступен как по физической сим-карте так и по есим или вы можете сразу же приобрести сим-карту местного оператора в аэропорту там доступны все мобильные операторы на территории турции работы ведут три главных оператора сотовой связи это турк телеком турк цел и вода фон у них примерно одинаковые тарифы примерно одинаковая скорость интернета и примерно одинаковое качество связи но в аэропорту это будет стоить несколько дороже чем если вы будете покупать в салоне в городе если вы едете в турцию как турист вам скорее всего не нужна местная сим-карта так как крупных городах турции таких как стамбул анкара анталья из мире и же с ними на общественных набережных на площадях в общественном транспорте таких как метробус метрополитен можно поймать общедоступную сеть от местного муниципалитета для подключения также требуется ввести номер телефона на него приходит код вы его вводите в сеть и пользуетесь ей но если вам нужен интернет для работы то общественная сеть не отличается высокой скоростью и таким уже обширным покрытием она подходит только если вам изредка надо отвечать друзьям знакомым там может переслать какие-нибудь фотографии и просто сказать что с вами все в порядке и как вам круто здесь отдыхается но если ваша цель остаться в турции надолго то этот вариант вам точно не подходит и вам потребуется сим-карта местного оператора и вот здесь уже наступают те нюансы о которых я вам говорил на территории турции невозможно приобрести сим-карты бесплатно как это привыкли жители страны снг стоимость сим-карты составляет порядка 7 долларов это без подключенного тарифа к тому же большая часть даже официальных представителей оператора делают еще свою собственную небольшую наценку то есть в среднем сим-карта с подключенным уже к ней каким-нибудь тарифом она будет стоить около 10 долларов но это в зависимости от того какой пакет в интернета вам нужен больше или меньше то есть и стоимость будет также там больше или меньше в среднем 10 долларов если вы не владеете турецким языком то подключаться стоят в туристических местах там есть чуть выше вероятность что вы сможете коммуницировать с продавцом на английском языке но эта вероятность тоже крайне мало и так сейчас я вам на экране покажу тарифы так называемой большой тройки сотовых операторов турции вы можете поставить на паузу внимательно их изучить у каждого из трех основных турецких операторов связи практически идентичный перечень услуги схожая стоимость уровень интернет скорости и качество соединения также у них у всех одинаково вы спросите а если альтернатива большой тройки турции конечно же она есть существует оператор бим цел тарифы его вы сейчас видите на экране вы можете приобрести сим-карту этого оператора на любой кассе просто подойдя к кассиру сказав ей сим-карт то есть новая сим-карта и он вас сразу же поймет и выдаст вам новую сим-карту но здесь тоже существуют нюансы активация сим-карты бен цел происходит в течение трех пяти дней то есть все это время вы будете без связи находиться также существует виртуальный оператор связи его тарифы сейчас видите на экране его тарифы значительно дешевле но и качеством связи к сожалению они не отличаются при выборе сим-карты всего лишь стоит внимательно изучить условия тарифа и определиться покрывают ли они ваши потребности единственное на что стоит обратить внимание это то что стоимость как вы видели в тарифах она указывается в двух суммах сумма которая меньше это ежемесячная плата при заключении годового контракта а сумма которая больше это ежемесячная плата при помесячной оплате без заключений контрактов на год на два и так далее как же пополнить баланс на сим-карте все очень просто вы можете положить деньги на сим-карту в любом офисе сотового оператора либо практически в каждом супермаркете вы можете на кассе купить либо физическую карту с балансом просто код вводите с этой карты и деньги вам зачисляются на счет либо же сказать кассиру и он переведет вам деньги на счет но в этом случае придется заплатить небольшую комиссию также следует учитывать что приобретенные сим-карты на территории турции действительно только в течение трех месяцев по прошествии 90 дней они становятся неактивными такой срок связан с тем что гости страны по закону могут находиться в турции не более трех месяцев когда 90 дней истекают следует либо покинуть турцию и вашу сим-карту заблокируют либо оформить внж что в нашем случае нам и потребуется и так по прошествии 90 дней сим-карта в телефоне заблокируется что же с этим можно сделать первый способ самый легкий это если в вашем устройстве содержится два слота для сим-карт вы можете из первого слота переставить сим-карту во второй слот таким образом и мое устройство поменяется вы сможете пользоваться им еще 90 дней существует еще один способ но сразу отмечу что нелегальный вы можете перепрошить свой телефон и поменять и мое устройство для этого вы можете обратиться практически в любую мастерскую по ремонту сотовых телефонов и там практически каждый мастер будет готов вам помочь за стоимость от 100 до 500 лир он перепрощит телефон поменять на нем и мое устройство но опять же это только в это во первых незаконно а во вторых это мера временная потому что по прошествии опять же 90 дней вам надо будет снова идти к мастеру чтобы он вам это делал и существует такая вероятность что и мы устройство которое он вам запишет на ваше устройство оно окажется в базе украденных телефонов и тогда у вас будут проблемы с полицией потому что полиция здесь очень активно находит украденные телефоны также существует такой нюанс то что турецкое законодательство обязывает регистрировать любое устройство связи ввезенное на территорию страны из-за границы если игнорировать требования регистрации то по истечении 120 дней идентификационные мейн номер устройства просто заблокируются и больше нельзя будет использовать телефон для работы с турецкими сим-картами в принципе это единственное ограничение телефон будет также работать как и обычно но только сим-картами других стран или через вай фай вы сможете им пользоваться на территории турции и так что же делать чтобы ваш телефон не заблокировали через 120 дней если вы уже провели такое количество дней в турции значит у вас уже есть внж и существует легальный способ продлить телефона до года для этого вам надо пойти со своей картой гомет в почтовое отделение там за 2 лиры вам создадут учетную запись едим лет это турецкий аналог российских госуслуг затем вам необходимо через браузер зайти в учетную запись едим лет выбрать определенный раздел меню заполнить анкету и работоспособность вашего телефона продлится еще на два месяца по прошествию двух месяцев необходимо повторить данную процедуру и работоспособность продлиться еще два месяца таким образом работоспособность вашего телефона можно продлить до года как все это сделать пошагово и подробно потому что это очень занятное занятие я вам расскажу в следующих видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. И последний способ продлить работоспособность вашего телефона на будь какое время, пользоваться им сколько угодно, и он единственно правильный и легальный, это внести имейн номер вашего телефона в турецкую государственную базу. С 1 января 2022 года внесение имейн номера телефона в турецкую государственную базу обойдется 2732 лиры. Это, конечно, не дешевое удовольствие, но зато вы без проблем сможете пользоваться телефоном сколько угодно. Ну и в этом случае тоже существуют нюансы. На один паспорт вы можете зарегистрировать один телефон каждые два года. То есть, если вы зарегистрировали один телефон, а через год вы купили еще один новый телефон, то зарегистрировать его на этот же паспорт у вас не получится. Вам потребуется ждать еще год, чтобы зарегистрировать второй телефон. Ну вот, собственно говоря, и все. Теперь вы знаете, как купить сим-карту и не остаться без связи в Турцию. Но если у вас остались какие-либо вопросы, можете написать в комментарии, я вам обязательно отвечу. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.